Всем привет, друзья! Ставка 40 тысяч рублей на субботу. Это второе видео, обязательно посмотрите первое. Еще будет сегодня третье видео, где тоже много интересных матчей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. В Телеграме вас ждут дополнительные бесплатные прогнозы, потому что в этом видео только часть ставок. Ссылки на канал Телеграм и на чат, где мы обсуждаем матчи, обмениваемся ставками, вы сможете найти в описании. Первый матч Гладская Баруси играет против Аугзурга. Баруси неплохо играет в последнее время. Да, хоть уступили Байеру 4-3, но все равно боролись. Шикарные, красивые голы забили. До этого Лиги чемпионов 0-6 обыграли на выезде Шахтер. 2-20 играли с Интером и Реалом. 2-3 на выезде обыграли Майнс. Три победы в пяти матчах у Гладской Баруси, хотя график игр был довольно-таки сложным. В 5-6 матчах, кроме того, топло больше 3-5 даже проходит. Что касается Аугзурга, команда не лучшим образом сортовала. В последних матчах тоже три поражения в четырех играх. 0-3 уступили в прошлом туре Герти дома. 3-1 обыграли Майнс, который сейчас находится в кризисе. 3-1 уступили Байеру, 0-2 Лейпцигу. В трех матчах подряд топло больше 2-5 проходит. В личных встречах три победы подряд Гладская Баруси одерживает. В прошлом сезоне 2-3 на выезде и 5-1 дома. Моя ставка P1 плюс топло больше полтора. Коффициент 1-67, 2900 рублей оставлю. Шальк играет против Вольсбурга. Шальк, конечно, все еще находится в кризисе. Но постепенно какой-то небольшой, но прогресс все же мы в их игре замечаем. 2-2 сыграли с Майнсом, 1-1 со Штутгуртом. 3-0 уступили в дерби Баруси. 1-1 разошлись с миром с Унионом дома. Во всех трех матчах в этом сезоне у Шальки обе завьют ставка проходит. Что касается Вольсбурга, то Вольсбург в прошлом туре обыграл 2-1 Хофенхаймен, который мог пропустить больше. Ранее с таким же счетом 2-1 Армению. И 1-1 разошелся миром с Гертом, Фрайбургом и Гладской Баруси. Четырех матчей подряд у Вольсбурга обе завьют проходят. Во всех четырех гостевых матчах этого сезона тоже обе завьют залетает. И что интересно, в личных встречах тоже во всех последних четырех матчах обе завьют ставка проходит. Поэтому я беру обе завьют, коэффициент 1.75, 2800 рублей ставлю. Ювентус играет против Калери. Ювентус вроде бы вел матч против Лаксу, все шло их к победе в предыдущем туре. Но умудрились пропустить на последней секунде матч, отдали инициативу и, в общем-то, сами виноваты. До этого 1-4 на выезде обыграли Фрэнс Вареш в Лиге Чемпионов и Специю в Сириа. В пяти матчах подряд в Сириа у Юви проходит ставку обе завьют. Команда действительно много пропускает. Плюс в этом поединке снова не сыграет ни Бануча, ни Киеллини. Зато установился Деликт. Таким образом, в центре Барона сыграет Деликт и Демираль. Также установился Александра. И под вопросом Кьезе и Рэмзи в этом поединке. Что касается Калери, то мы привыкли говорить о Ювентусе, что у них много сборников. Но из последнего состава, который обыграл в прошлом туре Сандорию 2-0. Правда, большую часть матчей играли они в большинстве. И в большинстве его голы забили. Но, тем не менее, 9 из 11 футболистов стартового состава у Калери находились тоже в своих сборных. Поэтому в этом смысле особо-то легче им не будет. До этого 4-2 и 2-3 обыграли Кратоны и Калери. И уступили 5-2 Аталанти и 0-2 Латсу. 3 поражения в 6 матчах у Калери при, может быть, не самом сложном календаре. И в гостях 2 поражения в 3 матчах. При этом во всех тех 3 матчах гостевых тотал больше 4 и 5 ставка проходит. У Калери действительно одна из самых результативных команд старта серии. В личных встречах полное доминирование Ювентуса. 7 побед в 8 матчах. Каждый сезон дома Ювентус громит. Калери в последних сезонах 4-0, 3-1, 3-0 и 4-0. Поэтому, мне кажется, Ювентус победит. Голов будет немало. Моя ставка P1 плюс тотал больше 2,5. Коэффициент 1,81. 2700 рублей оставлю. Кратон играет против Латсу. Кратон в этом сезоне не выиграет, но много забивает. Последний матч только 0-0 старина сыграли. До этого 1-2 уступили Аталанти и навязав в борьбу. 4-2 Калери. 1-1 сыграли дома с Ювентусом. 4-1 уступили Сосоло и Джену. В 4-5 матчах у них обе забьют проходят. У Латсу есть проблемы с составом. Это немного уравнивает шансы команд. Плюс у Латсу впереди игра в Лиге Чемпионов. Не сыграет в этом Пынинг. Ни Мобиль, ни Милинг Вячеславич. В общем-то, два ключевых футболиста. Также основной голокипер Стракоша, еще травмирован, и капитан Лулич. В последних матчах Латсу сыграл 1-1 с Ювентусом, в Зенитом и Брюге. 3-4 вырыл победу у Торина. 2-1 обыграл Болонию. Во всех последних шести матчах Латсу обе забьют проходят. В 5-6 матчах в тотал меньше 4-5 залетает. Моя ставка обе забьют. Плюс тотал меньше 5-5. Коитоцент 1-78. 2-800 рублей оставлю. АПЛ. Останвил играет против Брайтона. Останвил играет как-то нестабильно. В прошлом туре абсолютно по делу. Обыграли на выезде Арсенал. 0-3. До этого 3-4 дома Солт Гентону уступили. 0-3 дома проиграли Литсу. Хотя на старте сезон тоже неплохо стартовали. Там одержали победу. Но в любом случае остановил довольно результативная команда. Они пропускают немало. И Брайтон тоже к таким командам относится. Брайтон не может одержать победу вот уже в 7 матчах. При этом почти в каждом матче они забивают. В 4-х с последних 5-ти игр у них обе забьют проходят. В прошлых турах они сыграли 1-1 с Сброничем Кристал Пелос. И 2-1 на выезде уступили Тоттенхэму. В личных встречах за всю историю команды играли 6 раз друг с другом. И во всех этих матчах обе забьют ставка залетала. Поэтому первая моя ставка на этот матч это обе забьют. Коэффициент 1-68, 2900 рублей я ставлю. И угловые я решил рассмотреть. Остановила тоже команды, которые немало угловых подает. Но линии на них немного просажены. Так что я считаю, что выгоднее взять индивидуальный туал угловых Брайтона. К тому же Брайтон довольно стабильный по угловым. По 5 угловых они подавали в матчах против Бёрли, Тоттенхэма и Кристал Пелос. 6 угловых со Сброничем. С Эртоном 10. С Манчестером на этот 7. То есть 6 матчах подряд. Минимум 5 угловых Брайтон подает. Неважно с кем бы они ни играли. И в прошлом сезоне на выезде против Остановили в Бирминге смогли подать 5 угловых. Поэтому я ставку угловые. Индивидуальный тотал Брайтона больше 4,5. Коэффициент 1-8,6. 2900 рублей я ставлю. И последний матч. Тоттенхэм играет против Манн-Сити. В последнее время мы видим, что и те другие малорезультативны. Тоттенхэм в ЭПЛ минимально на выезде обыграл Вестбрович и Бёрли со счетом 0-1. 2-1 победили Брайтон. И вот много углов было забито только матч против Вестхэма. 3-3 сыграли. Тоттенхэм в ЭПЛ в этом сезоне лишь одно поражение потерпело. Дома от Эвертона 0-1 в первом туре. Но в целом график игр был не такой уж и сложный. Только вот выезд с ЭМЮ, где удалось им разгромную победу удержать. Там еще удаление у Манчестера было. В остальном же календарь игр довольно простым был. В шести матчах подряд у Шпора тотал меньше 4,5 проходит. А в пяти и шести и вовсе тотал меньше 3,5. У Манн-Сити 4 футболиста под вопросом в этом матче были Агуэра, Стерлинг, Минди и Фернандини. Но все они должны быть готовы к этому поединку и могут даже выйти в стартовом составе. В прошлом туре Сити разошелся миром с Ливерпулем 1-1. Дебрюми там не забил пенальти. Сити, в общем-то, был ближе к победе. Также 1-1 сыграли с Лидцем и Вестхэмом. 0-1 минимально обыграли Шеффьюнайт на выезде. И 1-0 дома Арсенал. В пяти матчах подряд у Сити в ЭПЛ проходит тотал меньше 2,5. Поэтому я думаю, что этот матч не будет столь результативным. Кроме того, на мой взгляд, Сити все-таки сильнее. Мне не нравится тот футбол, который показывает Тоттенхэм. В основном это игра от обороны. Да, он может дать результат, в том числе и в игре против Манн-Сити. Но мне кажется, Гвардиола сделает определенные выводы после поражения от Тоттенхэма в прошлом очном матче. К тому же сегодня Гвардиола продлил контракт с Сити. Так что я беру P2 плюс Тоттл меньше 4,5. Коэффициент 2,34. 2400 рублей оставлю. Естественно, ставочка рискованная, но коэффициент не очень понравился. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите в Телеграм с дополнительными бесплатными прогнозами по ссылке в описании. Всем вам желаю больших успехов. Увидимся в следующих видео.